Привет, это Александр Бармин и я продолжаю решать задачки с лид-кода. Сегодня будет задачка на прокачанный бинарный поиск. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь также на мой канал в Телеграме по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. К лайфходингу! Найти первую и последнюю позицию элементов в сортированном массиве. Дан массив целых чисел num, сортированных в неубывающем порядке. Найти начальную и конечную позицию данного нам числа target. Если не встречается, вернуть минус один, минус один. Сложность должна быть у от логарифма. И это, как обычно, большая подсказка, которая говорит нам о том, что это будет бинарный поиск. Так, массив у нас представляет приблизительно вот что-то, вот такое вот. И у нас есть число, например, триггер, нужно найти его первую и последнюю позицию. Давайте начнем с того, что напишем функцию search, обычный нарбинарный поиск. int nums, int target, и он обычно начинается вот с такого вот, что мы пишем write nums-lent минус один. И, значит, в конце у нас return минус один, если ничего не нашлось. И while левый и правый не встретились, мы делаем, как обычно, следующее. Находим mid, это left плюс write минус left делить пополам. И, значит, если nums от mid больше, чем target, значит, мы продолжаем искать в левой части. Значит, у нас получается, что write mid минус один. else if nums от mid меньше, чем target, то target больше, он в правой части у нас массив сортированный, mid плюс один. В противном случае, значит, мы возвращаем return на mid. Окей. Это позволит нам легко находить элементы слева и справа. Точнее, пока просто находить элементы. Ну, начнем вот с этого. left равно search nums target. if left равно минус один, значит, мы возвращаем... минус один, минус один. Второй искать не надо. А, иначе мы ищем правый тоже. nums target. окей. turn new int left write. Окей, вот так. Запустим, посмотрим, что оно хотя бы иногда работает с некоторыми значениями. Так. Ищем восьмерку. Как видим, оно работает, но правильно только наполовину. Вот, оно искали восьмерку, вывело 4.4, ожидается 3.4. Значит, что нам для этого теперь придется сделать? Мы сюда добавим флажочек, например, boolean. Ищем ли мы левый, то есть первый элемент? И мы, соответственно, сохраним некоторые result. Это у нас будет минус один теперь. Зачем нам это нужно? То есть, result у нас теперь mid. Значит, что мы теперь будем делать? Если мы ищем левый элемент, это значит, что нам нужно постепенно, нам нужно постепенно смещать правую границу к началу вот этих вот повторяющихся значений. То есть, мы что делаем? Мы right равно mid минус один. В противном случае left mid плюс один. Так. И здесь мы ищем левую true, а здесь мы ищем правую false. Так, и вот теперь работает. То есть, вот это дополнительное условие позволяет нам находить самое первое вхождение таргета в наш массив или самое последнее вхождение таргета в наш массив. Опаньки. Сто процентов. Класс, правда. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии, жать на колокольчик. А если смотрите меня в телеграме, то, пожалуйста, ставьте реакции, чтобы я знал, что видео вам нравится. Увидимся через неделю. Пока. Продолжение следует...